В ночь с воскресенья на понедельник правоохранители получили информацию о ДТП, виновник которого скрылся с места. В соответствии с ориентировкой, патрульные начали отрабатывать территорию и скоро один из экипажей полиции обнаружил автомобиль марки ВАЗ-21099, подходящий под описание. ВАЗ-21099 проходил по ориентировке, он ранее совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Патрульные заметили этот автомобиль, через громкоговоритель попросили его остановиться, на что он никак не отреагировал, продолжил движение. В ответ на требования полиции водитель девятки лишь прибавил скорости, началась погоня. По полтавскому шляху нарушителя преследовало сразу два патрульных автомобиля. В попытке скрыться от них водитель свернул к набережной. В поворот на банном переулке автомобиль под управлением неадекватного водителя входил на сумасшедшей скорости с дрифтом. Увиденному позавидовал бы режиссер «Форсажа», шутят очевидцы. Правда, мастерство харьковского гонщика оказалось не столь впечатляющим. Гуляли с девушками и с друзьями по набережной, увидели погоню полицейского патрульного автомобиля за ВАЗ-2199. Потом он на большой скорости не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили. Но на этом «Форсаж» по-харьковски не закончился. После столкновения с этими машинами из разбитого ВАЗа вылез водитель и с криком «Вам меня не поймать» бросился на утек. Перепрыгнул через забор, кубарем скатился в реку и поплыл, говорят очевидцы. Тем временем в помощь преследовавшим нарушителям экипажам на место прибыла еще одна патрульная машина. Быстро сориентировавшись, патрульные взяли лодку на прокатной станции и отправились ловить водителя, переквалифицировавшегося в пловца. Сотрудники патрульной полиции, там рядом лодочная станция находится, взяли лодку, подплыли к нему, попросили его залезть в лодку, достали. Водитель ВАЗ-2199 оказался с признаками алкогольного опьянения, привезли его на сушу, осмотрели автомобиль, в автомобиле выявился ноутбук, женский кошелек, два пневматических пистолета. Он не давал никаких пояснений, ничего не объяснял, как это все оказалось у него в автомобиле. На задержанного водителя составили сразу два протокола за вождение в нетрезвом виде и нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП. Всю информацию патрульные передали прибывшей на место оперативно-следственной группе Основянского отдела полиции. Как уточнили в пресс-службе нацполиции, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Данный факт внесен в единый журнал учета правонарушений. Веренмода Олег Мартанюк, агентство телевидения новости.